всем огромный привет добро пожаловать на мой канал девочки заехала сейчас забирала сына старшего со школы заехала не удержалась я же вам говорила мне тут по дороге открылся пункт выдачи заказов сварберес ну все наташу понесло мне все надо я какой раздел там не открою мне все надо понимаете я не могу нескоро может интернет отключить еще у меня там заказы идут сейчас но я хотела все разным забрать дайте потом сейчас ехала дома ночью я буду ждать там выходные на выходные не поеду никуда заеду заберу всего лишь одна позиция но решила ее заехать забрать потому что очень тоже хотела и зумная щетка я заказала зумную щетку вообще я вам оставлю ссылку на вот этот сайт этого бренда и там можно заказать на вальберис можно заказать на озон еще где-то в общем там есть список интернет-магазинов где ее можно заказать это японская зумная щетка называется хапика у меня есть уже такие две щетки я заказывала их давно себе и мужу но я поменяла вот эти насадки я дала их детям сейчас у меня у младшего сына выпадают молочные зубки но и соответственно растут новые до коренные уже новые коренные зубы растут и вот я прямо очень оценила эту щетку потому что у него было как раз вечером практически перед сном выпал зуб и знаете десна я не скажу что она воспалена он такая раздраженная да вот он только-только выпал надо эти чистить зубы ему паста попадает туда на вот эту как ранку ему неприятно а вот эта щетка хорошо чистит еще и без зубной пасты понимаете и вот он даже не надо вот так елозить она за счет того что она какая электрическая звуковая щетка она хорошо вычищает очень хорошо вычищает то есть он почти сейчас чистит у меня зубы и вот тогда когда зуб выпал на почистил зубы зубы вычистились очень хорошо даже вот у него там все равно была зубная паста капелюшечка такая и идеально вычищает особенно классно вот эта штука работает с детьми потому что у меня зубы чистят завис ты чистишь зубы а да и опять начинают чистить у меня постоянно такая история и вот смотрю на детей и думаю такая я тоже хочу такую щетку потому что но она прикольно вот эти насадки тоже кстати продаются на вальбрис на зоне ну вот везде да вот в этих магазинах то есть ну насадки можно спокойно менять она работает от батареек это прикольно потому что батарейки взял поменял мне нет а то мама у меня села зубная щетка да а ты как бы достал батареечку вставил и все нормально уже зубная щетка это не надо вот это ставить заряжать но она заряжается надо подождать лечь спать 12 часов пока ждешь она заряжается нет поменял батарейку все вот плане детей это вообще очень удобно но себе тоже сейчас правда подумала почему мужа не заказала я не знаю и вот здесь вот у этой зубной щетки почему я именно такую заказала я люблю розовое сюда мы заказала черную с оранжевым потому что вот здесь вот мой давайте я распакую вам покажу такие щетинки смотрите вот такие щетинки видите разной длины и вот эти вот щетинки такими щетинками очень хорошо чистить зубы тем у кого они плотно посажены когда вот это расстояние между слов ну практически нет она именно как знаете как вот как зубная нить да то есть хорошо вот прямо прочищает вот это вот всю историю в общем я попользуюсь потом вам расскажу здесь вот она включается выключается она не очень громко работает и она как бы как немножечко вибрирует знаете вот здесь вот очень классно вот прямо на детях я очень оценила эти щетки и по сравнению с другими всякими разными щетками она стоит недорого и плюс это не это япония девочки японские вообще вообще вот японскую косметику например или ну вот муж у меня любит японскую технику он всегда если произведено в японии он даже не раздумывает вот а японская косметика очень качественно вообще японские товары очень качественные поэтому и с теми щетками и больше года уже две вот щетки у меня ничего не произошло роняли что где-то валялись они ничего не случилось со щетками бывало в воде вот в раковину так бросают умываются и ничего вот если на младшем на хулиган такой вот и ничего с ними не произошло всем советую но я еще попользуюсь потом конечно тоже расскажу оставлю уже такой более более до такой отзыв вот но вот такие вот вот это вот щетинка мне очень нравится я даже обычные щетки я стараюсь покупать вот с щетинками разные длины потому что очень хорошо очищают зубки так что всем советую ссылку внизу оставлю вот так что вот такая вот моя первая это не первая покупка с вальберес но первая из всех моих там на заказанных позиций много чего заказывала по вашим рекомендациям тоже кое-что заказала мне там очень многие советовали на вальберес заказать этот забыла как называется средства для стирки синергетик по моему как-то так в общем заказала тоже попробую еще там кое-что общем сазона тоже жду ну в общем все все я с вами девочки там не многие писали на тоже что там не заказываешь на вот как-то не заказано все вот но сегодня у меня будет обычно еще влог и сегодня еще ко мне приедет ламода кое-что заказала вам обязательно покажу а это нас чудила какая чудила забрался я подмогла конечно сидит висит висит сидит леофан падешь кошмар что ты тут делаешь вот этой штуки качающийся классно тебе хотя он джуся переживает джуся ты переживаешь за него джуся переживает надо сейчас упадет классный теле фанкс классно вообще красавчик этого за хвост дергаешь сидит качается красавчик качельки как люлечка даже такая упадет шлепнулся не шлепнулся спрыгнул джуся все время кстати за хвост тягает делами днями так вот сейчас вечером еще девочки приехала ко мне ламода посмотрите что творится уже разломали мне коробку я заказала себе сапоги девочки сапоги которые хотела решила что пока морозы надо их брать я по крайней мере их поношу смотрите что творится коробочка наш такая да далее фан вот такой вот у меня бедлам тут давайте покажу вам смотрите какие крутые сапоги свалился перевернулся в коробке девочки леофан ну что ты тут делаешь вот все все ему надо все тебе надо все тебе надо вот такие вот крутые сапоги смотрите боже мой как они мне нравятся я вот я просто уже который месяц на них смотрю второй месяц и все потом пропал мой размер в в наличии но я взяла на размер больше я вообще ношу 39 я взяла 40 почему потому что во первых они немножечко на полу размера мало мерят а во вторых чтобы одевать с теплым носком потому что здесь сапоги вот эта шерсть натуральная называется евромех да и вот это это мне уже коты тут повалялись я еще на свои носки теплые мерила а вот здесь вот просто идет получается байка вот натуральная кожа и вот такая вот классная подошва пусть и цвет такой прикольный вот камера его передает он такой зеленовато коричневатый самих сапогов здесь вот такая вот классная шнуровка но я за шнурую тут всеобщем буду не ходить девочки и мне еще понравилось вот это вот подошва но платформа да она широкая высокая и ноги не так будут мерзнуть пока я буду ждать своего сына со школы вот кстати моему сыну очень понравились эти сапоги мускул мама крутые надо брать вот такие они здесь на молнии на шнуровке подойдут на любую полноту здесь вот они тоже достаточно широкий у меня ножку узкая вообще но здесь они достаточно широкий но это хорошо я их могу с теплым носком носить в общем довольно просто не стала дожидаться супер мега скидок да на них и не было супер мега скидок очень классные сапоги и цвет такой вот как я хотела светленький потому что оно надоело все черное леофан придется подарить коробку мальчику ведь уже все порвал все вот это помял коробку вот это все коробка была хорошем состоянии это пока я тут пока ходила расплачивалась там в общем мне обычно курьер приезжает и ждет меня около ворот в машине сидит а я дома уже спокойно всю мере потом приношу и вот пока я в общем ходила вот что творится в общем девочки я просто довольна очень кожа такая мягкая гладкая в общем супер супер еще на этом я не остановилась я еще себе купила вот такую шапку на что подходила к подошве ну вот мне надо так что было понимаете вот такая вот шапка шапка очень мягкая тепленькая вообще померила вот такая вот марка так сейчас по составу тут что шерсть ягненка хлопок и 40 процентов акрила то есть вот вот такая вот но очень она приятная мягенькая не колется вот такой вот марки сразу же взяла перчатки на что все у меня было круто даме носочки что я покажу сейчас леви еще носки заказала вот такие перчатки а коробочку все шерсти уже лёва у нас бона линяет видите баночка линяет вот такие новогодние носки но это уже мужские носки заказала у них школе будет на новый год них как бы новый год в классе там будет пижамная вечеринка и будет конкурс носков чем я ему заказала идут две пары вот такие он просто примерял подходит они ему или нет такие с елочками и красные с динаморозом посмотрим какие денег да и вот в такой коробочке все это шло не мерзни леофан лео убери его все грызется портит невозможно вот в такой коробочке представьте прикольно вот так вот можно на подарок кстати носочки да мы же любим мужчин своим носочки дарить так что вот такие вот вот это вот прикольно ну кому-то знаете чисто символический такой подарок носочки теплые по составу они хлопок 80 15 полиамид и 5 ласта такие приятненькие плотненькие не шерстяны а себе я взяла еще вот такие не это не гетры это гольфы да по моему называется 42 вискоза 32 полиамид 20 шерсть 5 кашемир 1 эластан бежевая что это как это вообще называется девочки короче вот такие как гольфы да только вот такие высокие гетры это по моему без носочков одесса носочками тоже чтобы одевать под сапоги чтобы вот эта часть в морозы была тепленькая потому что здесь как я уже сказала здесь только чисто вот такая байка идет но это хорошо все равно у меня обычно какие-то ритузы двое штанов у меня может быть вполне мне могут быть леггинсы одеты и поверх еще какие-нибудь штаны и теплые ритузы какие-нибудь и еще и вот это могу сверху одеть я мерзляк поэтому я очень сильно тепло одевать в общем то есть я увидите как бы шапка гольфы или как их правильно назвать перчатки все что у меня подходило чем такая вот буду красотчик но вот эти кстати носочки прикольные девочки они что у меня со скидкой там совсем недорого рублей 500 что ли или 300 с чем-то что-то такое 300 400 с чем-то рублей они по моему были ночью не помню короче ссылочку на все это я оставлю на сапогами я просто мега довольна девочки натуральная кожа натуральная шерсть внутри в общем красотка буду ну что девочки покажу вам свои сапожки и смотрите какие они кайфовые они мне так нравятся вообще обалденные просто просто обалденные сапоги мне девочки мне не очень нравится ну надо было брать я на них смотрю уже как я уже сказала месяца два наверное вот и я говорила что думала что на черную пятницу на них будет скидок нету никаких короче скидок и в общем купила из натуральной кожи там внутри натуральная шерсть шерсть но набитая шерсть такая вот но высокая подошва 10 молния боже они просто крутые просто крутые я сейчас собралась поеду младшего заберу с садика вот одела светорок это кстати светорок с new chic вот он кстати очень прикольный тепленький вообще мне очень нравится леггинсы у меня такие обычные трикотажный коричневый тепленькие тоже вот такие вот боже это безумно крутые ботинки сапоги они мне очень нравится от этой шнуровкой то что они светленькие вообще у меня вся обувь обычно черная но захотелось что-то светленького вот но не чисто белые что были а вот такие прям кайфовы безумно нравится очень поехала за сыном а еще у нас кто на выгуле бандит наш вечно просится выйти потом его лови решили с левой постоять с ним джусь ему не разрешает видите тащит его не надо лёва она его таскает не разрешает и в конце этого видео я хочу ответить на несколько вопросов которые мне задавали которые я помню но я не ответила я прочитала на самом деле эти комментарии около школы была думаю сейчас приеду домой потому что я не помню название всех полное название тома счет приеду домой отвечу зашла а комментарий этого нет там несколько комментариев не знаю куда не делись может потому что я прочитала никуда-то шли на рася чай снова с ромашкой очень люблю вопрос был про тональную основу вот она у меня сейчас вот такая она ну хорошо подстраивается под тон кожи это dior forever 24 часа мне кажется подойдет и для комбинированной кожи потому что кожа такого короче здоровая красивая кожа с этим тональником не очень нравится его можно наслаивать спонжем несете легкое покрытие кисточками несете более плотное покрытие в общем классно мне очень нравится не сушит кожу приятное такое приятная классная тональная основа я подпишу вам под видео вот эти вот все названия то то что я показываю у меня это оттенок 021 вот но он достаточно такой темненький на зиму мне кажется надо посветлее но у меня кожа загорела так как в отпуске ездили да ну еще немного остается загорелой вот потом надо быть посветлее в жетон спрашивали также про тушь от faberlic я сейчас пользуюсь у меня вообще две туши как бы в любимках да вот такая красная вот такая вот это артикул 52 48 тоже подпишу вот это красненькой тубе и вот такая в черной тубе вот так вот она выглядит тоже подпишу 52 52 38 артикул вот это нравится больше она делает такие поле пушистые такие реснички вот но вот это тоже неплохая тоже мне нравится так помада в этом видео в предыдущих тоже видео это вот такая от герлен матовая артикул оттенок по-моему м 379 пинг м 30 379 но если что если я сейчас неправильно назвала то под видео будет правильно правильно название вот такая вот очень такая плещи джоу сиди сюда что-то мы там испугались и бабаечки там ходят бабайки бабайки ходят до бабайки там ходят у меня злая собака да такая злая собака да все не ругайся не ругайся все мама тебя спасла мама спасла все че че джоуси джоуси все хорошо иди окно открыто там соседи ходят у меня злая собака охранница такая все бабаечки бабайки мама наказала бабаек помада в общем помада матовая не сушит губы очень мне нравится прикольно просто перед тем как я проект но дети меня ложатся спать я немножко проветриваем комнату и там соседи видно может снег разгребают она решила что это что-то страшное очень еще на пару вопросов тут у меня записано по поводу ведения канала кому-то интересно вот в чем я монтирую то есть какой у меня видеоредактор называется он movavi clip он платный там у меня на мобильном телефоне он у меня установленный почему редактирую с телефона я всегда потому что телефон всегда при мне я например могу вот есть свободное время я редактирую видео там есть такие вкладки то есть можно сразу несколько видео то есть забрасывать отсняли забрасываете сразу в редактор и постепенно монтируйте выгружаете редактор мне очень нравится там и музыка есть для youtube и и разный формат можно даже из вертикального видео сделать горизонтальным в общем и переходы и озвучка и музыка в общем все 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 там есть все что необходимо для того чтобы снимать выкладывать видео на youtube по поводу курсов вот у меня записано полу курсов которые сейчас проводят что нужно ли проходить обучение для того чтобы выкладывать видео зачем вы когда будете загружать видео на youtube вам youtube расскажет вообще все он мне каждый раз рассказывать когда я загружаю видео куда чего нажать куда чего добавить где чё подписать и так далее мы просто следуйте его инструкциям и все на самом деле все очень просто по поводу того чтобы канала развивался вот это миф тысяча подписчиков это значит что youtube будет продвигать ваше видео это миф почему потому что youtube вставляет рекламу даже у тех блогеров которые не подключились монетизацию которую не работают чем больше будут смотреть ваше видео тем больше youtube туда будет вставлять рекламу даже без вашего ведома мне часто пишут там у вас много рекламы я не в курсе я вообще не знаю сколько рекламы ну то есть я могу зайти посмотреть сколько он поставил мне рекламных пауз но будете ли вы смотреть конкретно каждый человек все эти паузы или какую-то одну и я вот этого не знаю честно потому что youtube с этим сейчас все рулит сам он получает деньги с рекламой то есть вот с этих рекламных пауз которые вы видите на видео ли в начале видео в конце видео я не знаю где он там ставит и вот он получает с этого деньги ему нужно чтобы эти рекламные паузы были чем больше их тем больше он заработает все как бы вопрос вопрос на этом я думаю исчерпан поэтому ничего кого он продвигать не будет ему youtube и вообще все равно какое у вас название видео какое значок как у вас теги хэштеги вот это вообще ему все равно главное что смотрели ваши видео все как добиться чтобы смотрели ваши видео один вариант это снимать что-то такое фриковая на или что-то такое трешовая или какие-то скандалы 3 не расследование там вот это вот все тогда да будет много просмотров но будет обратная сторона много хейта очень много вот вы зайдите как он такое трешовое популярное видео откройте комментарии все будет понятно вот либо сейчас вот я да когда начинала снимать видео на youtube и и сейчас могу сказать сейчас отличие заключается в том что людям интереснее смотреть те видео где меньше монтажа чем больше я трачу времени на монтаж тем меньше смотрят это видео вот как то так то есть людям нравится больше живые искренние что показывали вот свою жизнь без прикрас вот как она есть больше комментариев больше лайков больше просмотров у меня именно такие видео когда именно какая-то живая моя жизнь они постановочная не постановочный свет не постановочная картинка не постановочная речь и так далее мне на самом деле это очень нравится потому что ну не знаю мне кажется так вот получается мы как ну как подружки вот лично для меня это выглядит именно таким образом делимся какими-то своими секретиками и тому подобное до каким-то своими своим опытом в общем обмениваемся ну конечно бывает сбегают какие-то какие-то странные люди вот для меня лично вот или которым я окажусь странный вот ну такой тоже бывает а почему нет но а так в общем и целом как то так вот такие каналы как мои они конечно развиваются медленнее намного вот поэтому это нужно просто понимать но если вы будете снимать то что вам нравится то чего вас вот прям горят глаза вот вот вам нравится елочки иголочки вот и снимайте их вам нравится там не знаю вязание вышивания там и так далее вот и снимаете про это и тогда я думаю что обязательно все получится главное без фальшика и главное вот это вот что мне было вот это вот я буду вести свой канал на ютубе для того чтобы зарабатывать youtube это не но это не та история мне кажется во первых для того чтобы начать зарабатывать это пройдет сколько времени сколько видео вы выпустите да неизвестно сколько во вторых мне кажется это чувствуется это видно когда делается только знаете такое чувствуется что это делается на отвали это мое видение этой ситуации поэтому проходить вот эти обучения обучение есть вот я даже посмотрела сейчас на ютубе забивайте как начать снимать как снимать как редактировать бесплатные видео смотрите их там куча цело все посмотрели для себя какие-то выводы сделали записали не записали запомнили и делайте вот и все какие-то обучения нет вообще вот эти все обучения которые сейчас проходят там нет конечно молодцы те кто это преподает это молодцы деньги делают вообще с воздуха просто так ну как бы время конечно свою тратит энергию свою не без этого не без этого но в общем и целом зачастую то есть вы смотрите вот если вы все-таки хотите пройти какое-то обучение хотя для площадки ютуба это бесполезное занятие youtube сам решает кого он будет кого нам продвигать ну куда продвигать ну нет вас либо смотрят либо нет вот и все просто для начала может быть снимайте какие-то популярные видео по вашей тематике то есть вы снимаете уборку вот сейчас снимают новогоднюю уборку и вы снимаете новогоднюю уборку все там готовят я не знаю шашлык и вы готовьте шашлык и снимайте и пишите название такое же как делают все и тогда просто в рекомендованных кто-то будет смотреть там чей-то другой канал и рядышком выплывет может быть ваши видео а может и не выплывет это же как вот youtube захочется он уже сто миллионов раз поменял эти алгоритмы по продвижению по всему остальному постоянно меняет и будет менять и постоянно не какие-то новшества и все вот это вот и все и пройдете вы сейчас обучение через полгода она будет не актуально мое личное мнение но если вы все-таки хотите смотрите у кого вы проходите обучение если вам рассказывать человек как набрать 100 тысяч подписчиков и у него на канале всего 5000 подписчиков ну как бы здравствуйте да то есть ну я вот например не знаю как набрать 100000 подписчиков я даже не знаю как 40 тысяч набрать они у меня просто набрались и все я снимала вот то что мне нравится то что меня просили зрители снимать отвечая на ваши вопросы все свою жизнь снимаю как вот у меня день проходит возможно для кого-то день сурка но у меня вот так возможно для кого-то неинтересная моя жизнь но вот такая она беспрекрасно я ничего там не говорю я сегодня пошла в театр а я не ходила в театр да я такого не говорю если пошла так я пошла если ну ну как в общем вы поняли дачу не гор и не думайте ни о чем снимайте я говорю не понравится подумайте что долго набирается там что-то пошло где-то не так и так далее все удалили все живете себе дальше зато у себя в своей карме галочку поставили я попробовала не получилось ну как бы и все а только вы попробуете у вас получится и такие хоп за месяц 100000 подписчиков и такие на канал и на богам и там куда еще но почему не до такой тоже может быть и такие истории есть на ютубе и до сих пор они есть и до сих пор такое случается несмотря на то что и тут там у него просто он не то что жести то у него просто очень много запретов то есть нельзя там бегать без трусов это я утрирую конечно но такие там нельзя это 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 показывать это снимать это там еще что-то в общем музыку нельзя это не зато нельзя ну там целый список такой но будете заключать когда договор с ютубом вы увидите там целый список еще постоянно добавляется туда что-нибудь так что вот так так что девочки удачи вам не думайте ни о чем на какие курсы проходить он даже штатив для начала не нужен то меч с камера стоит на штативе у меня когда я начинала снимать даже штатива не было я знаете чего так книги накладывала потом вот так вот одну книгу и ставил он так телефон и все и вот полный штатив ничего и многие так начинали ничего страшного главное есть хороший телефон с камерой хороший он у всех сейчас весь у всех камеры хороший конце концов видеоредакторе там что-то подправили чуть-чуть света подбавили хотя в том которым я редактирую нет такой функции нет есть но тогда картинка такая засвечена получается не очень мне нравится ну в общем и целом все он лампочку включили напротив лампы сели или вообще на окно книжки наставили вот так камеру поставили сели что там вяжите делаете показываете все со временем будете набирать просмотры купите себе штатив и свет и я не знаю все что вам будет нужно пока можно вот так сделать или эту лампочку знаете есть такие лампочки для чтения но обычно для письма для чтения письменные купите вот эту вот вкручивающуюсь такой они еще энергосберегающий называть дневного холодного белого света все включили поставили куда там если вы что-то рукоделие какой-то делали вниз направили вот так вот туда и к вы все 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 больше ничего не нужно нужно снимать просто нужно ну как-то искренне не придумывая ничего говорить делиться своими знаниями говорить то что показывает то что вам нравится говорить о том что вам на и все быть быть самим собой ничего там не придумывать и я думаю что вы многим понравитесь очень многие зрители на ютубе вообще любят маленькие каналы когда нету вот еще вот этих звездности какой-то или чего-то такого, да. Вот. Так что, так что вот так. Так что, девочки, всем удачи. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Всех люблю, целую и до новых встреч.